Фильм «Чистилище» – где, на ваш взгляд, показана правда, а где ее ловко завуалировали ложью. Фильм «Чистилище» 1997 года – это военная драма, основанная на реальных трагических событиях и рассказывающая о штурме чеченскими боевиками комплекса городской больницы. Объект обороняет отряд полковника Виталия Суворова, на помощь которому прорывается группа разведчиков спецназа ГРУ. «Внимание, фильм изобилует жестокими сценами насилия. Имеет возрастное ограничение 16+. «Я ничего не придумал, а просто все виденное своими глазами запомнил и воссоздал. У меня нет вымышленных героев», – рассказал Александр Невзоров в гассете «Комсомольская правда» после выхода фильма на экраны. И действительно, прообразами как минимум пяти героев «Чистилища» были реальные люди. Сегодня о них и расскажем. Приветствую, на связи Нью Солдат. И мы начинаем. Итак, «Чистилища» основаны на реальных событиях, но в отличие от фильма, 131-я отдельная мотострелковая бригада в реальности вела бой вовсе не за больничный комплекс, а за железнодорожный вокзал. Министерство обороны РФ в свое время отказало Невзорову на съемках в своей поддержке. «Они мне выставили счет за все, что я просил. И там за каждую стрелянную гильзу я должен был заплатить 5-6 тысяч рублей. А мне их нужны миллионы, потому что стрелянными гильзами засыпано все в местах ведения боевых действий», — вспоминает Александр Невзоров. Видимо, армия прошла сценарий и осталась недовольна. Поэтому помощь нам оказали внутренние войска. В массовках снимались солдаты, прошедшие через Чечню. Съемки проходили под Санкт-Петербургом в Сестрорецке. Условия работы актеров были фактически приближены к боевым. Во-первых, руин вокруг было столько, что можно было подумать, что война шла не в Чечне, а непосредственно в Сестрорецке. Во-вторых, над кинематографистами буквально издевалась погода. Фильм начали снимать при температуре минус 22 градуса по Цельсию, а закончили при плюс 4 градусов по Цельсию. И все это в течение одной зимы. То шел снег, то была слякоть, и все жались к единственной печке, стараясь согреться. Когда же съемки были завершены, и артисты приступили к озвучиванию картины, на дворе стояло уже лето, довольно жаркое. Кондиционер включать было нельзя, чтобы шум не мешал работе. И температура в студии порой доходила до плюс 50 градусов по Цельсию. Но давайте перейдем непосредственно к нашей теме. Прототипы главных героев фильма «Чистилище». Гвардии полковник Виталий Суворов. Это полковник Иван Савин, командир 131-й отдельной мотострелковой бригады. Герой Российской Федерации посмертно. Дукус Исрапилов. На самом деле никто иной, как полевой командир Хункар Паша Исрапилов. Игорь Григорощенко. Участник штурма Грозного 1994-1995 годы, старший лейтенант Игорь Григорощенко. Кобра. Это майор Алексей Ефентьев, позывной Гюрза. Командир отдельной разведывательной роты 166-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Костя Питерский. Константин Масалёв. Череп. Разведчик отдельной разведывательной роты 166 ОМСБР. Далее подробнее о каждом из них. Прототип Виталия Суворова. Полковник и командир бригады, удерживающий больничный комплекс Виталий Суворов с позывным «Сугроб-2» был списан с Ивана Алексеевича Савина, командира 131-й мотострелковой бригады и Героя России. В декабре 1994 года он получил срочный приказ отправиться в Чеченскую республику. Цель – проведение операции по разоружению незаконных бандитских формирований. Прибыв в район Грозненского аэропорта под названием «Северный», Савину дают новое задание – занять позиции в районе реки Нефтянки и открыть поддерживающий огонь, чтобы обеспечить проход в город российских штурмовых отрядов, пехоты, техники и группировок федеральных войск. Утром 31 декабря перед его подразделением появилась новая задача – войти в Грозный и занять железнодорожный вокзал. Объединившись с 81-м мотострелковым полком, бойцы выполнили боевую задачу к обеду 1 января. Удержать вокзал им удалось даже, находясь в окружении со всех сторон. У них была надежда подкрепления своих. В ходе боев подразделения Савина понесли значительные человеческие потери. Также бригада лишилась 22 танков, 45 боевых пехотных машин. Сам Иван Савин в ходе ожесточенного боя получил два ранения. Но даже в такой ситуации он не оставил командный пост. Оказавшись в сложной тактической ситуации, Савин получил приказ выводить свое подразделение из окружения. Ему удалось оперативно организовать эвакуацию тяжелораненых однополчан, вывоз рядовых бойцов и офицеров. Когда первая колонна смогла отойти, полковник скомандовал об отступлении. Российские военные стали покидать Грозненский железнодорожный вокзал. Но на самом выходе попали под сильный артобстрел, поэтому им пришлось переместиться на заброшенную автомобильную базу и там укрыться. Дав своим подопечным короткий отдых, Савин принимает решение прорываться. В результате российские войска несут дополнительные потери. Один из осколков попадает полковнику в глаз. Иван Савин погибает на поле боя. Его мужество и отвага были оценены по достоинству не сразу. Он попал в разряд забытых героев. Иван Алексеевич Савин прожил всего 41 год. Главную награду он получил посмертно. Герой России полковник Савин был представлен к награде практически сразу, но до подписания указа президентом прошло целых 10 лет. Только в 2005 году глава государства Владимир Путин присвоил Ивану Савину звание Герой России посмертно. Награду передали его вдове Валентине. Она плакала на траурном митинге, посвященном присвоению ее мужу почетного звания, как и много лет назад. У Савина множество других наград. Орден мужества, Орден за службу Родине в вооруженных силах, юбилейные медали и награды. В память о нем в Майкопе установили мемориал, посвященный бойцам бригады Савина. На постаменте мемориальная доска, на которой высечены слова о подвиге комбрига. Ежегодно в день его гибели проходят траурные мероприятия, проводится торжественная перекличка погибших воинов. Друзья, вы были знакомы с Иваном Савиным лично? Расскажите в комментариях под видео о том, каким он был человеком. А мы продолжим. Прототип Дукуза Исрапилова – это чеченский террорист Кункар Паша Исрапилов. Внешне прототип и герой не очень похожи, разве что фамилии одинаковые. Исрапилов реально был одним из приближенных Басаева. Из оперативной сводки ФСБ. Хунгар Исрапилов – уроженец села Алирой. Приметы. Возраст около 30 лет, рост 170 см, носит короткую черную бороду на правой щеке шрам. Ближайший помощник Шамиля Басаева. Отряд Исрапилова контролирует работу нефтяных скважин, используемых для финансовой поддержки боевиков. 14-19 июня 1995 года Исрапилов принял участие в Басаевском налете на Будденовск. 14 декабря 1995 года вместе с Салманом Радуевым и Султаном Елисхановым захватил и удерживал до 19 декабря большую часть Гудермеса, навязав федеральным войскам тяжелые бои. 9 января 1996 года вместе с Радуевым и Турпалом Отгириевым командовал отрядом во время рейда на Гизляр. По сути, был военным руководителем атаки на город. Был одним из руководителей обороны села Первомайское. По словам Исрапилова из интервью, которое он дал во время противостояния в Первомайском, наши 250 бойцов отбили 22 атаки 15-тысячной группировки российских войск. Она состояла и из ОМОН, и СОБР, и Альфы, и двух танковых бригад и десантуры. Маджахеды уничтожили в боях до 800 русских солдат. Летом 1996 года стал командующим Юго-Восточным фронтом ЧАЭРИ. В его группировке насчитывалось до 1600 боевиков, в том числе до 150 наемников. Отрядами командовали Шамиль Басаев, Султан Гелесханов и Алауди Хамзатов. На вооружении числилось 5-6 танков, 7-8 БМП, 6 орудий, 4 РСЗО, 7 ЗУ, 7-8 ПЗРК. После окончания войны получил звание местного бригадного генерала. В сентябре 1996 года указом Яндарбиева был назначен начальником департамента налоговой полиции коалиционного правительства ЧАЭРИ. В ночь на 26 апреля 1997 года на Исрапилово было покушение, в результате которого Хункар был ранен и госпитализирован. В мае 1997 года указом Масхадова назначен директором учрежденного антитеррористического центра ЧАЭРИ. Теперь в своем распоряжении стал иметь следственные бригады и группа быстрого реагирования общей численностью 350 человек. Руководил АТЦ до конца 1998 года. В 1998 году Хункар Паша ушел в оппозицию Масхадову. Так, 29 сентября 1998 года, на очередном объединенном съезде участников русско-чеченской войны и воинов сопротивления в Грозном, он выступил с Басаевым и Радуевым с обвинениями Масхадова в узурпации власти, нарушении Конституции, уходе от идей независимости. Фактически полевые командиры потребовали отставки Аслана Масхадова. В августе-сентябре 1999 года принимал непосредственное участие в боевых действиях сепаратистов в Навалакском районе и Кадарской зоне Дагестана. В 1999-2000 годах командовал отрядом сепаратистов при битве за Грозный против российских войск. 1 февраля 2000 года подорвался на мини при отходе из города Грозного через минные поля в районе Алхан-Калы. Прототип Игоря Григощенко. Многим зрителям наверняка запомнился вихрастый с мальчишеским лицом танкист, как раз и говоривший о том, за что он здесь воюет. За ребят, за Серегу на выпуске рядом стояли, за Россию. То, что мы здесь, это наша земля. Я потомственный казак. Наша земля. Этот город основали казаки, мои предки. И я здесь, если надо, положу свою голову. Это наша земля, Россия. Отдадим Чечню, распадется Россия. Ну а если по телевизору показывать будете, то детям, жене, мамке с бабкой привет большой передайте. Живой и здоровый. Фильм был показан 11 января. В тот же день Красная Звезда опубликовала на первой странице фотоснимок. Присев на краешек ящика из-под боеприпасов, положив на колено автомат, в объектив смотрел молодой симпатичный боец в танкистском шлеме. «Солдат войну не выбирает». Такой была подпись под снимком. Некоторое время спустя стало известно. Героем как невзоровского сюжета, так и фотографии в Красной Звезде был один и тот же человек. Старший лейтенант Игорь Андреевич Береграшенко. 1968 года рождения, из Киргизской ССР. Командовал в Чечне мотострелковым взводом, а затем разведвзводом разведроты. С запозданием пришла и другая, на этот раз страшная весть. К моменту выхода фильма в эфир и публикации в газете фотографий Игоря уже несколько дней не было в живых. Герой погиб от осколка мины. Посмертно был награжден терским казачьим крестом за бои в Чечне первой степени и серебряным крестом за возрождение Оренбургского казачества. Похоронен в городе прохладном. Друзья, как вы считаете? Награды героев посмертно, что это? Позднее и уже никому не нужное признание или дань уважения усопшему? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому поводу, а мы идем дальше. Прототип Кобры. Легендарный командир бешеной роты в фильме представлен как радиопозывной Кобра, что вносит путаницу, так как в реальности позывной у Алексея Ефентьева был Гюрза. При этом в отряде у Гюрзы был человек с позывным Кобра. Однако прообразом героя фильма служил именно Ефентьев. Это ясно из постоянно произносимого «на», что в фильме, что в жизни. Командир бешеной роты жив. Воспитывает сыновей настоящими мужчинами. Он не похож на спецназовца ГРУ из фильма. Ефентьев не был спецназовцем. Он разведчик мотострелковой бригады. Он не носил шлем и броню, как в фильме. Обычный парень, которому было не все равно. Настоящий русский герой, которому у нас был посвящен специальный выпуск под названием Гюрза. Легенда спецназа. Посмотрите его, если по какой-то причине не смогли сделать этого ранее. А сегодня мы не будем повторяться и идем дальше. К следующему герою фильма. Итак, прототип Кости Питерского. В составе бешеной разведроты Гюрзы служил спецназовец Константин Масалев. На самом деле его прозвище было не Костя Питерский, как в фильме Невзорова, а Череп за неизменную бандану с веселым Роджером. Масалев был среди тех отчаянных бойцов Гюрзы, которые сбегали из госпиталя, чтобы первыми ринуться в бой, не успев даже толком оправиться от ран. Разведывательную роту МСБР номер 166 не зря прозвали Бешеные. Это были совершенно бесстрашные бойцы, могли выйти в бой с численно превосходящим их противником и победить. Шли напролом во весь рост. Однако, по словам бойца, не было такого понятия Бешеная рота. Его вместе с позывным Кости Питерский придумал Невзоров. Во время боя под Белготоем Константин будет ранен. Ему прострелят колено. Но не дождавшись выздоровления, боец сбежит на передовую. Хотел успеть ко второму штурму Бамута. Срочную службу Масалев проходил в Грузии, в городе Ахалкалаки, на 62-й военной базе. Это был 86-й учебно-танковый батальон. На обучение его предварительно направили в танковую учебку Ленинградской области. После срочной службы Константин подписал первый контракт. Потом немного отдохнул, попробовав гражданскую жизнь, и подписал второй контракт. С ним и уехал в Чечню. Константин Масалев участвовал в обеих чеченских войнах. И в первой, и во второй. По его словам, в первую кампанию люди со стороны противника были лучше подготовлены. Во второй чувствовалось, что людской резерв у врагов подходил к концу. По его же словам, что касалось российских войск, везде был одинаковый дурдом. Плохая еда и дешевые сигареты. О своей мотивации идти в бой Масалев говорит просто. Там шла война, и нужны были бойцы. Раз задели Россию, решили сделать нас рабами. Значит, нужно было ответить соответственно. По впечатлениям окружающих Масалев, открытый и простой человек. Про таких говорят рубаха-парень. В настоящее время живет в глухой деревне, строит себе дом. Там нет интернета и особых удобств. По словам бойца, в деревне он отдыхает от людей. В ноябре 2017 года выходит книга Константина Масалева «Памятник бешеной пехоте». Все началось с небольшого рассказа «Луна», получившегося по пути на работу. Все его друзья, прочитавшие рассказ, требовали написать еще. Так и сложилась целая книга, рассказывающая о боевых действиях 166-й МСБР в Первую Чеченскую войну. А знаете ли вы, что в следующие два-три дня после демонстрации картины граждане в метро и из авто, как сговариваясь дружно и многочисленно, подавали довольно крупные купюры, проезжающим подвалидных колясках безруким и безногим людям в камуфляже. На этом все. Если вам есть чем дополнить наш сегодняшний сюжет, то обязательно сделайте это в комментариях под видео. И не забудьте подписаться на наш канал. Как это сделать? Посмотрите направо в верхний угол экрана. Видите изображение колокольчика? Нажмите на него. Все. Теперь вы постоянно с нами и больше не пропустите свежий выпуск канала НьюСолдат. До скорого!